Рассказать научную биографию и немного историю жизни моего учителя Алексея Алексеевича Абрикосова, Нобелевского лауреата, создателя сверопроводимости второго рода. И вот одной из целей моей лекции будет рассказать вам, что он сделал гораздо больше, потому что все знают о нем как об отце сверопроводимости второго рода. Но он сделал еще много другого. И я постараюсь сегодня вам об этом рассказать. Итак, Алексей Алексеевич Абрикосов родился 25 июня 1928 года в известной московской семье. Его отец был вице-президент Академии медицинских наук, патологоанатом и вошел в историю тем, что вскрывал Ленина. Поэтому он был носителем государственной тайны, от чего умер Ильич. Кроме того, он написал, он был замечательный, по-видимому, ученый, я не могу ценить, но он написал основы частной патологической анатомии, книгу, на которой выросли многие поколения врачей. И в Москве есть Абрикосовский переулок на Пироговке, и вот ему там стоит памятник. Дедом Алексея Алексеевича, нет, это был прадед, наверное, или прапрадед, точно, я не знаю. Во всяком случае, фамилия Абрикосов происходит не от Абрикос, как все думают, а от Аброк, поскольку его прапрадед ушел в Москву на Аброк и создал леденцовую лавку, которая постепенно переросла, они стали купцами первой гилии и поставщиками двора его императорского величества, поставляли сласти, конфеты. В советское время эта фабрика была конфискована и стала Вабаевской, тоже хорошо известной вам фабрикой. Вот. Дядя Алексея Алексеевича, Дмитрий Иванович Абрикосов, был он, был последним посланником Российской империи в Японии. То есть так получилось, что в 17-м году после отречения Николая посол, я даже не знаю, кто он был, но он бросил посольство и уехал, а секретарь посольства Алексей Иванович Абрикосов остался и он оставался представителем несуществующей империи до, вплоть до установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией, то есть до 1926 года. То есть он 9 лет помогал беженцам, офицерам, снабжал их какими-то документами, чтобы они, ну, как-то нашли свою новую судьбу. Он написал книжку «Судьба русского дипломата», которая переведена на русский язык. Дальше вот он за день до приезда советских дипломатов в полном порядке оставил посольство и переехал в Манчжурию. В Манчжурию он прожил 20 лет, пока туда не пришел Мао. Тогда он уже переехал в Америку, где написал эту книжку и в 1953 году, мне кажется, он умер и был похоронен в Палальто, в Калифорнии. Я объясню, почему я это позже, я объясню, зачем я говорю все эти подробности. Наконец, тетка Алексея Алексеевича является сейчас в переходном периоде от простой, так сказать, мученицы к святой католической. Она вышла замуж, по-моему, в 1911 году за католика в России, и они уехали венчаться в Ватикан. И встреча с Папой Римским на нее произвела такое впечатление, что она вернулась в Российскую империю ярой празелиткой, и она на свои деньги построила три женских монастыря. После чего, когда пришли большевики, ее, естественно, посадили, и она сидела до 1925 года, после чего ее выпустили. Но она продолжила свое, так сказать, занятие празелитизмом, ее посадили, и она умерла в Бутырке в 1936 году. Ее имя появляется в архипелаге ГУЛАГа у Солженицына, что это была женщина несокрушимой воли, и она поддерживала, то есть поддерживала дух у Сокамера. То есть Абрикосов был такой интересной семье. Родился, и человек, он был нетривиальный совершенно. Вот здесь вы видите вам близкая похвальная грамота, у меня тоже такие были. Похвальная грамота, которая была ему выдана 10 июня 1941 года, то есть за две недели до войны, в шестом классе. Он с отцом был в эвакуации в Казани, где была Академия наук, вот вся там была. И в 15 лет он закончил с золотой медалью школу и поступил в Московский энергетический институт в 1945 году. Но он довольно быстро понял, что это ошибка, и уже через год он был студентом физического факультета МГУ, и в 19 лет он сдал теоретический минимум Ландау, вот лично Ландау. Вот здесь я, пожалуй, хочу остановиться и обратиться к вам по поводу теоретического минимума. Не все из вас хотят стать теоретиками, но я хочу просто сказать, что теоретический минимум, который был создан Ландау, вот Лев Давидович Ландау, это был совершенно, вы слышали это имя, знаете это имя, это человек, который внес огромный вклад не только в теоретическую физику, в мировую теоретическую физику, но и в образование. Этот человек, казалось, родился для того, чтобы заниматься образованием и созданием школы. Уже в возрасте 25-27 лет, ну я могу сказать, в 27 лет он написал свой первый том курса теоретической физики. В 1935 году вышла «Механика Ландау», 1935 год, а сегодня 2018. То есть это было 83 года назад, или сколько там, посчитайте. И до сих пор эта книжка замечательная совершенно. Курс теоретической физики переведен на все возможные языки, где бывают физики, и уже вот почти 80 лет по нему учатся. И я призываю вас, если вам станет, вы поступите через год на физтех, или в МГУ, или в другой институт, вот если вам станет скучно, вас будут мало загружать, вам будет покажется, что лекции скучные и так далее, то вы уплотните ваш график, то есть вы сдайте задания поскорее за весь семестр, за первые два месяца, сделайте лабораторные работы поскорее. Я думаю, что преподаватели вам пойдут навстречу. Освободившееся время, возьмите первый том Ландау, возьмите сначала программу теоретического минимума, который разработал Ландау, и начните сдавать экзамены, то есть для этого подготовьте математику, там все написано, я могу рассказать, как это делать, потом подготовив первую математику, прочитайте механику, прочитайте, это не значит пролистайте, прочитайте, это означает, возьмите большую амбарную книгу и каждую формулу. Вот у Ландау пропущены страницы между формулами. Вот одна формула и следующая, страницы пропущены, повторите их все. Вот в вашей амбарной книге повторите. И задачки, не закрывайте решения, как мы привыкли делать, нет-нет. Написана задача, не стесняйтесь просто повторить все вычисления. Тут ребята из тьютеров, есть физтехи? Правильно я рассказываю? Не сдавали? Но вы знаете, что ребята и сейчас на физтехе сдают теоррминиум. И вот все задачи надо прорешать. Эта игра удивительный экзамен. Вас будут спрашивать задачи из Ландау. Просто их там 120 штук. И нужно просто помнить, как каждую сделать. Этого достаточно. Не надо проявлять, вот поразительная идеология Ландау была, что для того, чтобы стать профессионалом, вам нужно научиться впитать эти знания, вот этот базис знаний. Я знаю людей, вот моих коллег, которые 80 лет, вот мы с ними вместе работаем, по любому поводу они сначала лезут в Ландау. Можете себе представить? Жизнь научная прожита. То есть это удивительный был курс. И вот Ландау создал такой курс, и он стал лично принимать экзамен. То есть каждый, кто хотел стать теоретиком, должен был пройти, сдать 9 экзаменов лично Ландау. И вот еще он состоит из двух экзаменов по математике. Экзамен по механике, по теории поля, включая гравитацию. То есть электромагнитные поля, вторая часть гравитации, что вас касается. Квантовая механика, статистическая физика, механика сплошных средств, электродинамика сплошная, квантовая электродинамика. Ландау требовал от своих учеников знания основ всех разделов теоретической физики. Вот здесь зарождается энциклопедизм. Вот это теоретдел в Институте физических проблем, в котором вы видите сам Ландау, его ближайший соратник Евгений Михайлович Лившиц, Исаак Маркович Халатников, Алексей Алексеевич Абрикосов, Прозорова, Герштейн, это Лев Петрович Питаевский, который стал хранителем этого курса уже сколько лет, на скольких языках он его поддерживает, Архипов и Дзялашинский. Это вы видите, написанный рукой Ландау, список, кто сдал тер минимум ему, по порядку, это в каком году, и тут по метке, он хранил этот список, вот член-корреспондент, член-корреспондент, доктор наук, кандидат наук. Вот академиков я тут почему-то не вижу. Ну потом они стали. Короче говоря, вот для нас очень многие фамилии, здесь для нашего поколения, это наши учителя. То есть мы вот среди этих фамилий узнаем, вот, например, Яков Абрамович Смородинский был активнейшим членом редколлегии журнала «Кванто», он очень много для ребят делал, он написал прекрасную книжку «Температура» и так далее, и так далее. Значит, Алексей Алексеевич в 20 лет закончил университет, поступил в аспирантуру и стал штурмовать, как вот он был альпинистом, так и стал штурмовать вершины науки. По-моему, в 22 года, нет, сейчас, наверное, в 24 года, он защитил, или в 23 года, он защитил кандидатскую диссертацию, и его Ландау хотел оставить. Но тогда была борьба с космополитизмом, а у Алексея Алексеевича мать была Фаина Вульф, и поэтому его отец, тогда вот было дело врачей и так далее, короче говоря, на работу его не брали. И тут произошел довольно интересный курьез, а именно, в Москву приехал маршал Чайбалсан. Он был президентом Монголии. И так случилось, что он умер. Ну, представляете, приехал президент страны и умер. Ну, по этому поводу большой бум, и ему сделали вскрытие. И в газете «Правда» был написан отчет, от чего он умер. И подписано было именем матери Абрикосова. После чего начальник в отделе кадров института физпроблем посмотрел, ну, если такое дело доверили вскрыть Чайбалсана, то, конечно, надо его брать на работу. И Алексей Алексеевич стал младшим научным сотрудником института физпроблем. Это было замечательное время. Вот я вам сейчас покажу фотографии. Вот эти фотографии, они все известны. Вот это институт физпроблем, это Капица, но я вам покажу несколько фотографий, которые мне дал сын Льва Петровича Горькова из частного. И вы, вот посмотрите, вот я просто в этих фотографиях вижу экспрессию тех времен, золотых времен теоретической физики. Вот посмотрите, это Абрикосов с Горьковым обсуждают, у доски происходит научный спор. Это Горьков, Питаевский, это приехал Пайрлз, совершенно замечательный английский ученый. Абрикосов с ним обсуждает, мы видим по формулам, что он обсуждает сверхпроводимость. То есть вот сам Ландау что-то объясняет Дзилашинскому. То есть вот это были времена, когда время двигалось очень быстро, научное время. То есть когда я смотрю на публикации Абрикосова, какой сложности работы были сделаны, и как много их за год делалось, то есть не успеваешь, то есть думаешь, ты читать не успеваешь, думаешь, когда же они успевали все это делать. Но это было золотое время теоретической физики, понимаете. То есть тогда что происходило? С нулевых годов до 30-х была создана квантовая механика. В 30-е годы она совершенствовалась, многое поняли, и поняли, как применять методы квантовой теории поля к системам невзаимодействующих частиц. А вот твердое тело – это взаимодействующие частицы. То есть взаимодействия очень важны. Кроме того, имелась квантовая теория поля, квантовая электродинамика. То есть как взаимодействуют частицы на малых расстояниях, чем, какие взаимодействия у нас есть. Вот вы все заточены на гравитацию. Гравитация – это то, что работает на огромных расстояниях. Правильно? Электромагнитные силы работают у нас тут под рукой. А что держит, как преобразуются элементарные частицы? Что держит вместе нуклоны в ядре? Вот это все нужно было создавать. И вот в этот горячий период происходил замечательный обмен методами. То есть методы, выработанные в квантовой теории поля, вот как раз школа Ландау в большой степени перенесла в твердое тело. И научилась описывать жизнь элементарных частиц. Вот ко мне только что подходили ребята по поводу наших вчерашних разговоров. И с желанием взять что-то и перенести, мне очень нравится это. То есть перенести идеи из гравитации в сверхпроводимость. Вот этот обмен, он очень богатый и нужный. И физика, она едина. Понимаете? И вот здесь это происходило. Вот эти фотографии показывают. Ну, вчера мы с вами уже обсуждали этот функционал, и он вам не понравился. Это я понял. Тем не менее, он сыграл большую роль в сверхпроводимости. И что же конкретно сумели сделать Гинсбург и Ландау? Вот что, много вычислений, разговоров, а для практики, что они сумели сделать? Вот они сумели, во-первых, посчитать критическое поле и намагниченность тонкой сверхпроводящей пленки. Они показали на возможность явления переохлаждения и перегрева. То есть они указали, что в магнитном поле сверхпроводящий переход становится первого рода, а не второго, как без магнитного поля. Они вычислили критические токи тонких пленок вот для чистых сверхпроводников. Они показали, что магнитный поток квантуется. И, наконец-то, они вычислили поверхностную энергию на границе между нормальной и сверхпроводящими фазами. То есть они рассмотрели границу между нормальной и сверхпроводящей фазой и из квантомеханических соображений они посчитали, какова здесь энергия. И показали, что эта энергия для чистых сверхпроводников она положительна, что означает, что вы можете создать смешанное состояние. То есть если у вас есть сверхпроводник и вы прикладываете магнитное поле перпендикулярно этой пленке, то в нем образуются домены. Часть нормальная, куда проникает поле, часть сверхпроводящая, куда не проникает. Но для этого надо защитить границы, чтобы все это не перемешалось. Это называется смешанное состояние. Это называется промежуточное состояние, извините. Так вот, дальше эту историю я вам уже рассказал вчера в действительности, что произошло. Я вам на несколько деталей просто сказал, что вот когда в физпроблемах, а все это происходило там же, потому что Ландау работал завод делом у Капицы, то в физпроблемах стали проверять предсказания теории, то все замечательно получалось, пока не стали работать с охлажденными пленками. Если осаждение было холодным, начали получаться какие-то странные результаты. И Абрикосов объяснил это, придя к фундаментальной идее, что не надо выгонять совсем магнитное поле, давайте его пустим в форме вихрей, как я вам говорил вчера. Тут замечательный казус, это я вам говорю, как бы опыт на будущее. Тогда было модно печататься в журналах, в докладах Академии наук. Был такой журнал, ДАН, доклады Академии наук. И туда должен был вас порекомендовать академик, и тогда брали как бы без рецензии статью. И вот, но там было ограничение, четыре страницы. И вот, когда Абрикосов объяснил по-своему, что видит Заварицкий, он и предложил Заварицкому напечатать статью вместе. А Заварицкий был человек, ну, такой, как бы экономный, мягко говоря. И он сказал, ну, зачем же, говорит, мы с тобой будем печатать вдвоем? Тогда у нас будет всего четыре страницы. А если я напечатаю сам, а ты за мной сам, то получится четыре плюс четыре, восемь страниц, и мы сможем написать гораздо подробнее. Так они и поступили. Вот в этот момент Заварицкий потерял шансы на Нобелевскую премию. Потому что, если бы первая статья была совместная, то тогда уже было бы трудно отличать, кто есть соавторы. А вот в этот момент, это мне сам Алексей Алексеевич рассказывал. Вот. Так что, имейте в виду, когда вы будете определяться с авторством, это всегда тонкие вещи, то имейте в виду, что, может быть, лучше вместе. Вот. Хорошо. Значит, это мы с вами уже обсуждали. Я не буду снова вас мучить сверхпроводимостью. Если вам когда-то захочется, то я вам прочитаю курс сверхпроводимости. Вот. А пока я, то есть, это я вам все рассказал. А теперь я хочу сказать, что же было дальше. И вот, то есть, абрикосов, мы вчера с вами остановились, на моменте, что пришла статья из Америки Ричарда Феймана, в которой он показал, что в вращающемся гелии могут появляться вихри, квантовые вихри. И Ландау это одобрил. Абрикосов опубликовал свою работу в 1957 году и со временем стал классиком. Ну, он стал классиком во сколько лет, получается? 28-го года, в 1957 году, в 29 лет. Ну, еще тогда не поняли, что он классик, но классиком стал. Он же был доктором наук к тому времени. А чем же он еще занимался? Вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в действительности как много этот человек сделал. И когда он уже сделал совершенно классические работы, как он разбрасывался и занимался другими вещами. Например, вот, 59-й год. Идеи Феймана и идеи Швингера как представлять жизнь элементарных частиц в виде графиков, а эти графики заменяют нам сложнейшие интегральные уравнения, сложнейшие интегральные выражения. То есть, идея, что написав формально Гамильтониан, ну, это, так сказать, оператор полной энергии, учитывающей разные взаимодействия. Мы потом очень много чего можем сделать, а именно мы от Гамильтониана можем прийти к вычислению токов, проводимости, теплопереноса, теплоемкости, намагниченности, то есть, термодинамические и кинетические свойства твердых тел. То есть, вот эта идея была, что перенести вот такую диаграммную технику, то есть, подмену работы со сложными интегральными выражениями, графиками, научиться суммировать эти графики, писать уравнения и находить их решения, просуммировав бесконечные ряды, вот все это рождалось именно в 50-е годы. Самые простые вещи в теории поля были сформулированы в 40-е годы, но в теории элементарных частиц нет температуры, потому что температура это статистическая величина, и как было перелицевать всю эту науку, то есть, взять из квантовой теории поля и перенести в статистическую физику. Вот это была совершенно замечательная фундаментальная задача. Вы подумайте, это был 50-й год, сегодня мы находимся в 2018-м и до сих пор эти методы используются. То есть, был создан арсенал огромный. И идея Абрикосова, Горького, Дзелашинского была в том, чтобы перейти во мнимое время. То есть, работать не с реальным временем от минус бесконечности до бесконечности, а сказать, что давайте возьмем интервал от нуля до единицы на температуру. И назовем это мнимым временем. Вот это время живет здесь. Тогда вместо интегралов Фурье у нас появятся суммы, и они развили совершенно замечательную новую диаграммную технику. Эта диаграммная техника позволила решать сложнейшие задачи. Например, позволила сформулировать теорию сверхпроводимости на языке диаграмм. Позволила учитывать, вот в 59-м году Абрикосов и Горьков показывают, что как учитывать примеси. То есть, когда электроны живут не свободно в металле, а рассеиваются на примесях, на фанонах, на чем угодно, на разных дефектах. И что это дает? Они строят теорию металлов. То есть, они показывают, сначала в нормальном состоянии, как меняются свойства металла по мере того, как я буду его пачкать. То есть, они позволяют нам изучать высокочастотные свойства, изучать термодинамику, все на свете. Далее, они обобщают эту теорию на сверхпроводнике и показывают важнейшие обстоятельства. Они показывают, что обычные примеси не изменяют критическую температуру. То есть, вы можете взять сверхпроводник, добавлять туда примеси, но температура критическая при этом не изменится. А магнитное поле будет сильно расти. И вот это позволяет, как я вчера говорил, преодолеть первый барьер. создать низкотемпературные сверхпроводники, которые выдерживают поля до 20 Тесла и применять их для термояда и для создания сильных магнитных полей. Это был первый этап. Вы понимаете, что все это рождается на кончике пера. То есть, написанием сложных уравнений и решением вы получаете совершенно измеримые результаты. хорошо. То есть, далее, ну вот, я и хочу сказать, что сегодня все сверхпроводники, которые, то есть, никто чистые сверхпроводники сегодня не применяет. И свою базу все это нашло вот в работе 59-го года Абрикосова и Горькова. Здесь вы видите вот старые фотографии, какая научная жизнь была в Москве в те времена. Вот, вы здесь можете увидеть, это конференция по физике низких температур. Но, внимательно рассмотрев, здесь вы найдете много гостей. То есть, я хочу сказать, что вот в те времена, вот советская теоретическая физика, она была не просто конкурентоспособна, а, в общем, ну, может быть, я преувеличу, но в некотором смысле Москва была мягкой вот для теоретической физики. В те времена, то есть, приезжали очень много английских, ну, классиков. Потом был, не надо забывать, что тот же Ландау был сформирован, он у себя считал учеником Бора. То есть, в те времена вот уже был довольно интенсивный обмен идеями, которые сегодня для нас каждодневные, но тогда, конечно, было запоздание, не было интернета, ждали припринтов и так далее, но вот была очень интенсивная творческая научная жизнь. в 1960-м году те же Абрикосов и Горьков, применяя свои новые идеи диаграммной техники, говорят, а что же будет, если я сверхпроводник начну вводить промагнитные примеси, то есть, примеси, которые переворачивают спин. Ну, сами подумайте, мы с вами договорились вчера, что купоровская пара устроена так, спин вверх, спин вниз. И теперь она летит и чувствует примесь с другим магнитным моментом. Ясно, что спин вверх и спин вниз они по-разному чувствуют, одному хорошо, другому плохо. Поэтому купоровская пара может, то есть, имеется вероятность того, что она разорвется от этого взаимодействия. Поэтому довольно понятно, что парамагнитные примеси, как и магнитное поле, начинают разрывать купоровские пары и губить сверхпроводимость. То есть, если обычные примеси никак не влияли в первом приближении на термодинамические свойства сверхпроводников, парамагнитные примеси их губят. И довольно естественно, что Абрикосов и Горьков находят критическую концентрацию примесей, при которых сверхпроводимость умирает. Она довольно небольшая. Однако, что нетривиально, что они обнаружили, что умирает она очень необычным образом, а именно Бардин, Купер и Шрифер, и Шрифер, они как себе представляли сверхпроводимость? Я вам вчера рассказывал, что вы понижаете температуру, и в температуре, которая называется критической, у вас происходит образование купоровских пар, бозонов, и потом они проваливаются тут же в конденсат. А что с другими электронами? Не все же провалились, а у них открывается так называемая щель в спектре, то есть их спектр перестает быть квадратичным, а появляется еще некоторая добавка. Так вот, важно, что Бардин, Купер и Шрифер, они показали, что вот эта щель в спектре одночастичных и есть модуль параметра порядка, то есть волновой функции, они вот так связаны. И это как бы была уже аксиома. Сверхпроводимость означает щель в спектре, а модуль этой щели есть, а щель есть модуль параметра порядка. То есть эти вещи были отождественны. Своей работой вот 1960 года Абрикосов и Горьков показали, что сверхпроводимость может быть бесщелевая. То есть при некоторой концентрации, которая есть там критическая МЦ умрет сверхпроводимость. Но когда примеси 91% от критической у вас исчезнет щель. Исчезнет то есть параметр порядка останется, а щели не будет. То есть они обобщают идею сверхпроводимости и показывают, что слишком жесткие требования были в теории Барнина-Купера-Шлифа, можно сделать и мягче. То есть они существенно развивают теорию сверхпроводимости. Далее, но я вам только покажу, что они еще сделали. Абрикосов с Горьковым, с Халатниковым они вычисляют высокочастотные свойства сверхпроводников. то есть то, что сегодня работает в ускорителях сверхпроводники на высоких частотах, это благодаря этой работе. То есть зарождалось все это в 60-е годы. Дальше Абрикосов с Фальковским изучают, как сверхпроводник отражает свет. Но вот я сейчас прихожу к вещи, которые важны для вас. Вот это все и рассказывал, как много было сделано в сверхпроводимости этой небольшой группой теоретиков, что осталось в истории сверхпроводимости. Но была некая проблема, которую поставили еще Дирак, Фейман и Швингер. Вот у вас вы знаете, что согласно Дираку вакуум можно возбуждать и оттуда рождать частицы и античастицы. Знаете такое или нет? Ну слышали, да? То есть если заплатить 2 МЦ квадрат энергию, то вы можете получить электронный позитрон, к примеру. Представьте себе, что у вас имеется частица реальная. Но в принципе, если где-то подзанять энергией, я же могу возбудить вакуум и оттуда вытащить электрон-позитронные пары или еще что-нибудь. И они будут взаимодействовать с моей частицей. Поэтому если у меня есть две частицы, они взаимодействуют по кулону, то этот кулон может перенормироваться, как-то меняться из-за того, что я могу вытаскивать электрон-позитронные пары. Вот этими вопросами занимались, то есть как ведет себя электродинамика на малых расстояниях. И вот первые работы Дерака, Феймана и Швингера, которые посчитали первые поправки, вот Камптон эффект, когда они посчитали первые поправки, связанные с такой поляризацией вакуума с возбуждением электрон-позитронных пар, привели к очень неприятным результатам. А именно нужно было вводить размер электрона. И как бы это никому не хотелось. То есть это надо было руками ввести некую величину. Вот тут приходят абрикосов халатников и ландау и они предлагают совершенно революционный метод. Они говорят подождите, а почему только один раз возбудить? А два, десять и так далее. И они выделяют главный ряд диаграмм и суммируют их. Они их суммируют и разрешают проблему обрезания. То есть они пришли к тому, что вот гриновская функция, которая характеризует жизнь фотона, переносчика электромагнитного излучения, не зависит от размера электрона. Вот они устранили вот эту перенормировку. И это был важнейший результат, который вошел в историю как московский ноль. То есть во всем мире это называется московский ноль. Они помимо того, что решили проблему в квантовой электродинамики, они научили нас, как отбирать диаграммы, суммировать их, сводить их к интегральным уравнениям и решать. В 1959 году, следуя работам Мацубара, Мигдала и Галецкого, вот Абрикосов, Горьков и Золошинский создают вот ту диаграммную технику, о которой я вам только что говорил. То есть они переносят методы квантовой теории поля в статистическую физику, на конечные температуры и это позволяет решать много классов новых задач. Это 1959 год. Смотрите, в 1961 году выходит книжка. Выходит книжка методы квантовой теории поля в статистической физике. Эта книжка, вы подумайте, в 1959 это еще писалось, а в 1961 книжка. Когда я обсуждал с Анатолием Ивановичем Ларкиным, какие материалы включать в нашу монографию, то он мне сказал, что включая результат пятилетней давности, есть надежда, что книжка станет неправильной через пять лет. То есть, чем более старые результаты включаешь, тем дольше будет жить книжка. А тут вы представите себе отрицание этого. То есть, что не надо спешить. Вот то, что сегодня только сделано, оно должно вылежаться. Для того, чтобы стать проверенным и правильным. А вот эта книжка была написана через два года после создания теории. И эта книжка до сих пор является, вот эта книжка является, с моей точки зрения, ну, так было раньше, я не знаю, тут есть молодые коллеги, водоразделом между экспериментатором и теоретиком. То есть, я знаю, очень мало экспериментаторов, которые прошли через эту книжку. То есть, вот для нас было, если ты прорешал, то есть, повторил все выкладки, эта книжка называлась «Зеленым чудовищем», то тогда ты будешь теоретиком. Если нет, нет. Вот замечательно, что эта книжка была представлена на ВДНХ, на выставке «Достижения народного хозяйства» и получила премию ВДНХ рядом с Востоком, на котором летал Гагарин. Мне кажется, что это, ну, просто такое признание совершенно замечательно. Эта книга получила также премию Ландау впоследствии Академии наук и переведена на очень многие языки и до сих пор является классическим пособием. То есть, это великолепная совершенно книга. Сколько не писали других и не пытались ее переплюнуть, ну, мне кажется, что не получилось. Вот. Далее Абрикосов переходит к решению задачи Кондо. Это задача, которая была поставлена, то есть, как себя ведет металл, когда у него есть одна магнитная примесь. То есть, вначале все хорошо, а при низких температурах электроны начинают ее экранировать. И как это происходит, вот было непонятно. Абрикосов предлагает совершенно новый метод. Он предлагает метод введения так сказать вспомогательных квазичастиц. Ну, вы знаете, я не буду останавливаться наверное на этих всех подобностях. Далее Абрикосов с Фальковским со своим учеником создает теорию спектра Висмута. Впервые у него в физике твердого тела появляются релятивистские частицы, то есть, частицы с релятивистским спектром. То есть, вот здесь зародилось то, что потом станет графеном. То есть, вот методы, то есть, люди, которые написали теорию графена, они ссылаются на эту работу Абрикосов Фальковского. Далее Абрикосов переходит к изучению бесчелевых полупроводников и металлов. То есть, он оставил сверхпроводимость и делает совершенно новые вещи. Он изучает полупроводники, недоделанные полупроводники, у которых нет щели, или металлы, у которых не должно быть щели, она почти что есть, вот это полуметаллы. он пишет замечательные работы, на которые ссылки идут сегодня еще. То есть, все эти работы были написаны почти 60 лет назад, 55 лет назад, но они сегодня актуальны. То есть, вот это я добавил, я делал этот доклад в Триесте, и мне написал один мой американский коллега, говорит, а что ж ты не рассказал про работу Абрикосова про Геплис Семикондакторс? Он говорит, нам она очень нужна и полезна. И вот это еще одна работа. Поэтому все это и сегодня важно и полезно. Ну, теперь, как люди тогда отдыхали, они не ездили ни в Турцию, ни куда-нибудь еще, а ходили в походы. То есть, я так плавно хочу перейти к 70-м годам. Ну, и тут Абрикосов занялся поведением металла в сильных полях, одномерные задачи. То есть, вы видите, как меняется мода. Вот вы меня спрашиваете, чем заниматься, вот сегодня вы хотите решить, чем вы будете заниматься после окончания института. Ну, трудно сказать, мода меняется все время. То есть, люди выедают одну задачу, отправляются решать следующие. Понимаете? Вот видите, как, то есть, сороковые годы, квантовая электродинамика, проблемы там, ну, у советских физиков была большая проблема, много задач были связаны с атомной бомбой. Поэтому кандидатская диссертация Абрикосова была отголосками еще тех работ по ионизированной плазме. 50-е годы перенос методов квантовой теории поля в статистическую физику и решение огромного количества задач, связанных с этим. 60-е годы это металлы, 70-е годы одномерные системы, спиновые стекла, 80-е годы высокотемпературная сверхпроводимость, кроме того, я ничего не сказал о теории фазовых переходов, То есть, имеются вот такие пласты задач, и нужно для того, чтобы к ним быть готовыми, надо изучить Ландау-Лившица. Это необходимо, но недостаточно. Хорошо, теперь я немного поговорю об организационной работе Алексея Алексеевича, которая, он был одним из создателей института Ландау. То есть, после смерти Ландау, его ученики отпочковались от института физпроблем, им стало там тесно, и они создали небольшой институт теоретической физики по числу сотрудников, но большой по своей славе, который до сих пор институт теоретической физики в Черноголовке имени Ландау является авторитетом в мире. Вот, его создателями были Алексей Алексеевич Абрикосов, Игорь Ихельч Зелошинский, Лев Петрович Горьков и его директор Исаак Маркович Халатников. Ну, институт, это была до недавнего времени такая пристройка, то есть, огромный институт химической физики, там предполагалась проходная большая. Так вот, временно эту проходную отдали под институт теоретической физики. Там было, по-моему, пять кабинетов и библиотека. Вот, новый институт появился года три назад. То есть, с 65-го, считайте, до 2015-го. Жили без здания, ходили в гости, то есть, семинар один был по четвергам в физпроблемах, а по пятницам, вот в Черноголовке, но тоже у них не было своего зала, ходили в институт физики твердого тела. То есть, я хочу сказать, что необязательно иметь роскошный институт для того, чтобы создавать замечательные результаты. А результаты, если посчитать, я не знаю, нынешний хиш-фактор суммарный института теоретической физики, то он зашкалит все мыслимые пределы. Далее, Абрикосов на основании лекций, которые он читал в Горьком, в нынешнем Нижнем Новгороде, в Индии, в университете, у нас на физтехе, а потом в Ростути-Стале-Сплаву, где он стал заведующим кафедрой, он написал замечательный учебник, который сначала это было введение в теорию нормальных металлов, а потом он добавил всю часть сверхпроводящую, он написал замечательный учебник основы теории металлов, который тоже, ну, удивительно, понятно и персонально написан. Вот это свой взгляд на сверхпроводимость, и он очень интересный и понятный. С 1976 года Алексей Алексеевич становится завкафедрой теоретической физики в МИСИСе и поднимает ее роль личности в истории. Вот он пришел, МИСИС был хороший инженерный институт, всегда был хорошим институтом, однако теоретическая физика ну, не являлась профильной, скажем так. Вот сегодня, если вы посмотрите в мире, МИСИС имеет репутацию Международного Центра Исследований Сверхпроводимости и Теории Металлов. И это в большой степени благодаря Абрикосову, благодаря людей, которые он туда привел, благодаря плеяде учеников, которых он воспитал. И вот я хочу сказать, что вот я вас вчера призывал поступать в места, где будет высокая концентрация единомышленников, с которыми вы будете разговаривать, обсуждать, соревноваться, но также очень важно, конечно, и выбрать правильного научного руководителя, то есть, который бы вас, ну, не давал вам байпродакт, то есть, вот, так сказать, остатки от основных задач, а как-то я когда-то спрашивал Анатолия Ивановича Ларкина, как он подбирает студентов, какие задачи, как он решает, какую задачу давать студенту, а он мне говорил, а я смотрю на человека, если он вычислитель, я ему даю вычислительную задачу, а если он думатель, я ему даю думательную задачу, и действительно, он воспитал замечательных учеников, известных, ученых, так вот, мне кажется, очень важно, чтобы задача была, вот понимаете, не поддавайтесь на верняк, вот, есть сроки, вот, надо написать диплом, ну, вот, я, не знаю, коллеги, возразите мне, если я не прав, вот, я хочу сказать, что все-таки надо рисковать, и нужно браться за задачу, хотя вот конечное время, и дипломная работа, и кандидатская диссертация, всегда конечное время, но не надо браться за верняк, не надо тратить время, то есть, нужно все-таки, чтобы был челлендж, чтобы был вызов в задаче, вот, это мое мнение, но это есть некий риск, конечно, вот это есть шаржи, которые рисовал академик Максимов, это Халатников, это Абрикосов, это Фальковский, Асламазов, он рисовал, вот, то есть, с 61-го года до конца 80-х в Одессе происходят симпозиумы теоретической физики, они очень быстро становятся просто ежегодными праздниками теоретической физики, люди съезжались и из Питера, из Новосибирска, и там обсуждали все актуальные темы, которые за год прошли, и все это происходило на пляже, потом после пляжа, это были летние симпозиумы, а вот тут вы видите первый бакурянский симпозиум по физике низких температур, тоже организованный Абрикосовым халатникам, которые, вот мне посчастливилось, я и на тех, и на других в 80-е годы, когда я был молодым кандидатом наук, я на них ездил, но условие было такое, что надо привести новую задачу, то есть, это сильно отличалось от того, что происходит здесь, то есть, нельзя было рассказывать задачу, которая, ну, вот несколько раз одну и ту же задачу было рассказывать неприлично, надо было рассказывать новую задачу, поэтому, если тебе не с чем приехать, то тебя и не брали, вот, а покататься на лыжах хотелось и в море тоже искупаться. Вот, кроме этих теоретических событий, вот, были еще и замечательные школы, которые организовал Абрикосов и Хайкин по физике металлов, вот здесь вы видите Казань 1976 года, потом эти школы были и в Минске, и в Тбилиси, и в Душанбе, то есть, эти школы проходили каждые два года, туда приезжали экспериментаторы, теоретики, и вот тут мы все молодые, тут вы можете увидеть это Боря Альчуллер, это замечательный, совершенно ученый, вот, в Колумбии сейчас он, вот, Роберт Шехтер, это я такой был когда-то, вот, это Миша Гершензон, то есть, это все люди, которые сейчас, ну, известны, он профессор Раткерса, то есть, люди, которые вот на этих школах выросли и состоялись. Это мы подарили Абрикосову на 50-летие такой вот подарок, который, как ни странно, это нарисовал Алеша Цвелик, он сейчас за отделом в Ливерморской лаборатории, и он написал хорошие книжки, и был такой вот художник. И мы никогда не думали, что этот портрет проживет так много лет, потому что он висел у Абрикосова в кабинете, сейчас он висит у меня в кабинете, мне его оставил Алексей Алексеевич, но это вот мы студент, тут вы видите Абрикосова и его учеников. Это я, это вот сейчас завкафедра в Миссисе, Мухин, вот это доктор наук в Черноголовке, поэтому как бы вот такие мелкие вещи, они никогда не знают, что останется в истории. Вот. В период с 88-го по 91-й годы Абрикосов становится директором Института физики высоких давлений и затем с 91-го года, по-моему, он принимает приглашение Аргонской национальной лаборатории, становится зав сектором теоретической физики в Material Science Division и здесь он свои знания, это период сверхпроводящего бума, и он участвует в исследованиях новых сверхпроводников, и он не создал теории высокотемпературной сверхпроводимости, то есть он предложил, это был человек огромного опыта и человек, который всегда был близок к эксперименту, вот он всегда говорил, что нужно заканчивать работу формулой, никогда нельзя заканчивать статью коррелятором, надо закончить, то есть физик-теоретик должен закончить статью формулой, которую экспериментатор может померить, и вот, ну вот у него такое мнение было, и я с ним согласен для людей, которые работают в области физики твердого тела, и он предлагает свою версию объяснения свойств высокотемпературных сверхпроводников, которая основана, она объясняет многие на тот момент существующие эксперименты, но это была, я бы сказал, инженерная теория сверхпроводимости, то есть он добавлял всяких особенностей этих веществ по мере надобности, то есть он предположил, что там имеется особенность спектра ему нужная, что имеется резонансное туннелирование, то есть он добавлял ингредиенты по мере появления новых экспериментов, то есть это не есть окончательная теория высокотемпературной сверхпроводимости. В 1998 году он печатает свою, пожалуй, последнюю, он в 2003 году ослеп, вот вместе с Нобелевской премией, он ослеп через полгода, и это последняя его работа, в которой снова-таки это 1998 год, и он в этой работе, он снова обращается к линейному спектру, то есть к релятивистскому спектру в твердом теле. Эта работа входит в ссылки всех последующих работ по графену, теоретики учились на этой работе. Эта работа удивительно прозрачная, вот ее читать, одно удовольствие, она короткая и совершенно ясная, где он показывает, почему, в отличие от классической науки о том, что сопротивление металла должно возрастать квадратично с возрастанием магнитного поля, в некоторых случаях оно может быть линейным. И вот он это показывает удивительно, читает, что работа думает, ну как так? Капица видела это в 30-е годы, 60 лет висит этот результат, и никто не смог вот такого написать. Он взял, написал и объяснил старые эксперименты, которые были вновь повторены в Аргонской лаборатории. Он сослался на Капицу и сделал так. Ну все, теперь только празднество, то есть это празднование 70-летия в Аргоне. Вы видите тут много нобелевских лауреатов, как Андерсон, например. Это соавторы через 50 лет собрались, через 40 лет собрались вместе авторы зеленой книги. Это Абрикосов приезжал к нам в Италию и за неделю до Нобелевской премии вот мы были на Крите, он еще выступал, рассказывал вот свою работу про магнит сопротивления. И вот это на следующий день после получения Нобелевской премии, то есть на скорую руку празднования в Material Science Division, а это уже Нобелевский обед, здесь вы видите легета Гинсбурга и Абрикосова, это Стокгольм, тут рядом, вот, так что теперь я хотел бы подчеркнуть, что Нобелевская премия Абрикосова это Нобелевская премия в третьем поколении, а именно Ландал получил Нобелевскую премию в 62-м году за свои работы в области физики конденсированного состояния, а Ландал был учителем Абрикосова, в свою очередь Ландал считал себя учеником Бора, который тоже был Нобелевским лауреатом, поэтому это как бы уже внучатая Нобелевская премия. Вот это бывший министр Ливанов, который слушал лекции Абрикосова, был моим студентом, вот приезжал к Абрикосову обсуждать, как преобразовать российскую науку. Вот это дом Абрикосова всегда был открыт, тут его пожилые друзья из Японии и коллеги соавтора, это вот Александр Иванович Буздин, это я, это вот наш молодой соавтор Андреас Глац, это одна из последних фотографий, когда я обсуждал еще с Алексеем Алексеевичем науку, вот это празднование его 80-летия и наконец я хотел закончить тем, что Алексей Алексеевич Абрикосов останется в нашей памяти как выдающийся ученый, чьи работы повлияли на многие разделы физики и открыли новое понимание сверхпроводимости. Он был ярким человеком с великолепным чувством юмора, которое помогало ему преодолеть различные сложные периоды в его жизни. Какое направление ожидается Нобелевским на сверхпроводимости сейчас? Тепловая сверхноводимость? Какая? Тепловая. Ну, сейчас одна задача, то есть открытие высокотемпературной сверхпроводимости в 86-м году привело к тому, что упали барьеры и наши шоры на ограничение на критическую температуру. То есть нас учили, причем учили классики, что температура сверхпроводящего перехода не может быть больше 30-40 градусов Кельвина. То есть мы обречены всегда охлаждать гелием, что очень дорого. Сегодня это было обосновано тем, что все базировались на том, что клей, чтобы сделать куперовские пары, основан на фанонах. А если вы сделаете температуру 30-40 градусов, фаноны станут такими жесткими, что поломают решетку. То есть решетка будет не длинная волна идти по нему, а просто надо будет между каждым атомом. Они должны трястись вот так вот. И все должно разломаться. Поэтому это было запрещено. Сегодня мы понимаем, что мы не знаем точно, какой механизм высокотемпературной сопротивления. Но мы понимаем, что клей другой. И этот клей, то ли это парамагноны, то ли это еще что-нибудь, но это не фаноны. Таким образом упали вот эти оковы. Сегодня у нас рабочие сверхпроводники, такие, которые могут переносить энергию, подавать в дома и так далее, это 93 градуса Кельвина. Это хорошо работающие, которые живут на жидком азоте. Есть 125, но они похуже, потому что там всякая гадость, то есть они не очень технологичны. Есть ртутные сверхпроводники, но никому не хочется, есть талиевые сверхпроводники, то есть с чем не надо иметь дело, ну по соображениям безопасности. Есть сверхпроводник очень простой H3S, в нем есть сверхпроводник при 204 градусах, но он пока живет при давлении 900 тысяч атмосфер. Есть надежды на металлический водород, что он окажется в метастабильном состоянии, что когда мы его так додавим очень сильно, то потом он станет стабильным, ну метастабильным. Я уже говорил вчера, что появилась недавно публикация минус 37, то есть физики перестали бояться высоких температур, то есть имеется уверенность, вот я, мое предсказание такое, что за первый сверхпроводник, у которого температура будет полградуса Цельсия, дадут Нобелевскую премию. То есть надо перевалить через ноль градусов Цельсия. Вот, а вы понимаете, вот какое-то у вас очарование этими Нобелевскими премиями. Нобелевских премий за сверхпроводимость дали уже, по-моему, пять или шесть, то есть каждые более-менее 20 лет дают Нобелевскую премию. Это была Камерлинг Онес, это был Оксфельд Эффект Майснера, это были Бардин Купер Шрифер, это был Джозефсон за слабую сверхпроводимость, и это был Беднердс и Мюллер за высокотемпературную сверхпроводимость, Абрикосов и Гинзбург за сверхпроводимость второго рода и уровня Гинзбурга Лондал. Ну, чтобы вот это все перебить, то есть сложно сказать, вот прийти, вот вы знаете, я сделал теорию высокотемпературы сверхпроводимости. Тебя спросят, парень, где искать, чтобы была комнатная температура? А молчание было ему ответом. Вот, а вот если человек, экспериментатор, принесет вам кусок какой-нибудь дряни и скажет, вот померяйте, вот вам лед и вода, вот засуньте в лед, вот в баре возьмите льда, положите туда эту штуку и померяйте. Нет сопротивления. Как не дать Нобелевскую премию за такое? Понимаете, вот это вот весомо. А если я буду вам формулы писать и рассказывать от чего и да и почему, так поздно уже, за это уже получали. Вот. У меня как бы манитарный вопрос. У меня сложилось впечатление, рассказывать, на той век физике, во всяком случае, физике и с этой температур, он был. Он был где-то в 50-60-х годах, и сейчас его нет, он закончится. Нет, такое впечатление. Я, вы можете назвать несколько времен, даже, не знаю, физиков, живущих мини, работающих мини, которые, на ваш взгляд, по своим талантам, обкладам, по масштабам совершенных задач, были бы сравнимы с классиками 90-х годов. Я создал неправильное впечатление. Мне очень жаль. На самом деле, есть, конечно, замечательные физики. Был вот особенности Института Ландау, школы Ландау, и вот этого периода связано с тем, что у вас была высокая концентрация блестящих ученых в одном месте. И были задачи, которые решались по сегодняшним, ну, скажите, пожалуйста, вот доказать теорию Пифагора или то, что сделал Перельман. Ну, как бы, две большие разницы, я думаю, правда? Вот они тогда стояли у истоков. Они сделали новую науку, и была куча задач, которые можно было их решать, но они решали эту петлю, считали, а нам сегодня, бедным сирам, надо посчитать рейнер-бургоповые уравнения, паркет, то есть решать, суммировать до бесконечности все эти, понимаете? То есть простые задачи были решены тогда, они наиболее яркие. Сегодня решаются задачи очень сложные, есть замечательные, вот вы говорите фамилии, но я вот упоминал Бориса Леонидовича Альшулера. Боря Альшулер, он стал доктором в 29 лет, он окончал Ленинградский университет, совершенно блестящий теоретик, ему удалось поучаствовать, вот к чему я призывал, вот он на дипломной, он уже на дипломной работе своей сделал, и уж точно в кандидатской, он сделал работы, на которые сейчас тысячи ссылок. Он не только с моей точки зрения, но с точки зрения многих коллег, он заслуживает Нобелевской премии. Проблема, вот вы прицепились к этой Нобелевской премии, Нобелевская премия, кроме, то есть что он сделал? Он показал, как металл может стать диэлектриком. Вот у вас есть металл, вы его пачкаете, примеси добиваете, электронов море, вот 10-23 степени свободных электронов, но они не могут пробраться через примеси, они все время отражаются, лес, понимаете, нельзя пройти сквозь лес. Это называется явление локализации, но этот переход очень трудно описать, гораздо труднее, чем переход, переход Андерсон называется. И Боря Альчуллер показал, как это происходит, очень наглядно, он показал, как появляется впервые желание стать диэлектриком. Он нарисовал некие диаграммы, посчитал их, а потом придал им физический смысл. Работа замечательная, но Нобелевскую премию дают трём, понимаете, максимум трём. А это одновременно делали, может быть, не так красиво, и американцы, тут же участвовал и научный руководитель Бори Аркадий Аронов и Лев Петрович Горьков, который был, то есть эта тема была настолько важна, что очень трудно выделить, кто первый, понимаете, все замечательные, но Нобелевская премия требует чистоты вот авторской, понимаете, то есть что вот этот человек первый сказал, кто сказал А. Вот тут такая ситуация. Дальше есть ну просто много новых задач совершенно, то есть я не скажу, например, очень важное направление с моей точки зрения сегодня, это выключить температуру, то есть дойти до наноградусов, то есть 10-9 Кельвина, где совсем, я об этом тоже вчера упоминал, где нет температуры, нет хаоса, и вы ничего не размазываете, там квантовый мир, там мир не частиц, а волн, и вот как живут конденсаты тяжелых атомов, бозонные, фермионные, то есть вот изучение холодных атомов, это тоже важнейшее дело, которым занимаются последние 10 лет, и экспериментально, и теоретически, то есть еще рано хоронить теоретическую физику, но просто задачи, вы понимаете, если раньше были универсальные физики, как Ландау, которые знали про все, то теперь ну становится, люди знают все ни о чем, или ничего обо всем, то есть вот все это очень сильно специализируется. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...